здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы снимаем видео о не поверите никогда я сам не думал никогда о чип-тюнинге я даже не называю это чип-тюнинг я назвал это персонализация автомобиля а сегодня мы вместе с никитой из ds-chip будем рассматривать некоторые программы будет вводить в курс дела потому что это важно и для вас я думаю тоже будет полезно и интересно я в в программировании автомобилей соображаю тут прям поверхностно я узнаю как это все выглядит я видел я присутствовал несколько раз при том как чиповали автомобиль свои автомобили я делал я видел как это все происходит переживался на собственной шкуре теперь буду делать сам и смотрим как это все происходит нам это дело нужно будет все установить у меня уже стоит программы редакторы у них на сайте можете найти цены все остальное это не реклама все покупал за свои деньги поэтому если мне не понравится так и буду говорить говно сколько это стоит как ты думаешь 8 8 нет ни 8 короче есть два набора один стоит 2 900 и один стоит 5 более профессиональные то есть пять я считаю за чип-тюнинг это хорош цена никита здравствуй россия кстати делает чип-тюнинг есть он в инстаграме ds чип и он отозвался на мою просьбу кто занимается чипом и кто может помочь в этом вопросе никита поможет нам настроить программу поставить софт и чтобы все правильно работало а там уже дальше будем продолжать и результаты увидите в наших следующих видео подписывайтесь на страницу никита ds чип в инстаграм ну и следите за нами потому что у нас будет много совместных проектов скажи вот эти новые машины которые вот приезжают мне вот человек который прошивает чип-тюнинг новые машины там бмв все стороны которые на гарантии я слышал такое что можно увидеть что машину перепрошивали и ставили обратно есть щечки по прошивок то есть есть оборудование автотюнер он который ты имеешь у себя на руках этот инструмент он не затрагивает этот счетчик прошивок то есть мы прошиваемся просто заливаем-зливаем заливаем сколько нам угодно счетчик не работает он как бы заводской либо ты делаешь полный дамп флеш память и пробег по машине и кроме лежат у тебя ключи и комплектация даже у тебя полностью есть пока прищепкой цепляешься читаешь да 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 направишь и все да то есть как бы в принципе понятно то есть дамп делаем всегда снимаем блок управления неважно если своей машины делаешь лучше снять блок положить на стол то есть копируем делаем бэкап заливаем обратно нужно небольшие манипуляции но все это работает и того пришло около полтора часа полтора часа мы только распаковывали подключались и сейчас снимаем блок управления и сохраняем здравствуйте bosch радуюсь как ребенок вот в принципе и работа чип тюнера это снятие блока считывание сохранения сама если делать правильно то есть у нас сейчас машина без мозгов вот так это выглядит 100 кстати как раз по моему для этого нет здесь нужно будет переноска потому что дотуда я не дотянусь итак мы скачали полностью с обд разъема бэкап и самого блока управления сделали сразу и сохранили то есть у нас боевой полностью лежит здесь и и теперь даже если мы этот блок управления утопим или что-то с ним случится то мы можем его восстановить блок управления смотрим сюда на сайте bosch стоит 380 евро тогда покупаешь блок управления прописываешь его сюда при помощи автотюнера и программа у тебя остается все просто вот так теперь перенаправляем файл программеру программе прописывает автомобиль и делает ему 300 лошадей а может быть и 310 посмотрим момент по коробке чтобы у нас коробка не тупила потому что в коробке иногда есть ограничение по моменту то есть если он выбирает момент она дальше не пойдет поэтому нужно посмотреть по ограничению посмотреть сколько будет у нее момента когда ты едешь 250 то есть туда и ехал я еще как-то ну ты чувствуешь скорость и разгоняешься а когда уже 400 туда 400 обратно проехал при такой скорости 230 250 обратно еду такой топлю 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 такой еду для чувствована я встала чё такое ага 257 я понял больше не едет знаете кстати сколько стоит тюнинг германии от 350 до просто за чип за прошивку до 1500 даже больше 1800 может стоить неожиданно для меня я думал мы вообще прочитаем я сохранюсь я хотел просто попробовать сохранить это все чтоб машина осталась а потом перепрошить так вот никита связался с программистом он мне еще все это переделал это случилось вот буквально я не успел чай попить и вышел в прямой эфир но instagram и все и машина уже готова пошел все ставить на место плюс 100 момента и примерно 50 лошадей сейчас будем тестировать на такое ощущение что в коробке масла поменять намного сложнее чем сделать тюнинг и я так чувствую что она сразу на педали реагирует да я просто о том что она реально стала реагировать на педаль четче нажимаешь на раз и поехала раньше нажимал думала и потом ехала это первые положительные эмоции от чип тюнинга они всегда такие вот сюда чего не хватает так это лепестков я прям сюда бы хотел лепестков я и ехал они и прям хотел переключать вручную но этот кайф езды на трехлитровом дизеле просто непередаваем я в ляпциг и обратно смотался до шумно в ней но кайф ты едешь тебя сзади кто-то ну ты видишь там посад какой-то тебя припирает такой типа давай побыстрее так только заканчивается у тебя стройка тапку в пол раз два 5,7 она как будто провалилась да на второй почувствовал долгое переключение было 6 тяга есть да и она чувствуется она лучше стала она в низах есть очень хорошая в низах хорошая как она пропадает может турбина устава уже есть 160 тысяч но она больше не сможет то есть тут как бы как ни крути это была прямая четкая хорошая она не сорвалась она поехала спорт режиме ну климатическая установка у нас было и нас двое кстати нас двое нас двое полный бак результат чувствуется на скорости когда ты едешь начинаешь нажимать и ты прям чувствуешь как она едет так сегодня дубль 2 мы снимаем блок и прошиваем на прошивку номер 2 мы сейчас делали замеры нам не понравилось она как ехала в стоке так она едет сейчас снимем еще раз и сделаем замеры поехали снимаем блок управления кладем его на стол программируем и едем погнали блок управления снят лежит на столе нужно подключить все подключил автотюнер подключил все есть контакт электричество подключаемся и прошиваем сегодня пришла новая прошивка адс чип грузим ее сюда и поехали все готово конечно понятно что ланчевать на нем постоянно ездить топить но это не нужно в принципе мне нужно чтобы машина ехала чтоб супруга моя чувствовала себя уверенно она любит ездить когда машина тянет ей очень нравится из-за этого мы только купили этот двигатель пробуем делаем пробуем и тащим давим едем крутим вейфу от жизни машина сейчас адаптировалась мы проехали на ней более километров 500-600 наверное проехали мы на ней и можно сделать новые замеры на автобане она поехала уже быстрее от 100 до 200 она едет не 16-17 секунд она едет 13 так замеры прошли от 100 до 200 успешно это первый заезд как обычно лучший 13 16 второй 14 прошлые заезды если мне не изменяет память были 16 19 и так вот где-то в этом районе то есть он едет намного быстрее 14 стабильно то есть мы видим секунд от 100 до 200 это плюс я проверил работу АГР я проверил работу Дральклаб работает все нормально все без всяких проблем по мотору нет никаких подтеков это хорошо то есть автомобиль в принципе здоров 5,6 5,8 что-то не едет она быстрее 5,4 странно не выезжает хоть и треснет 5,4 от 100 до 200 да едет а так от 0 до 100 16 раз я пробовал лучшее время 5,4,15 лучший результат от 0 до 100 а в основном 5,7 6,0,2 6,0,2 что-то там вообще не получилось 5,7 5,8 6,3 даже было а это 6,3 я поехал не нажимая на тормоз раз просто раз нажал ему на газ и поехал это было так потом от 100 до 200 стабильно 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 едет он у нас сейчас я вам скажу 13 с чем-то 13,5 13,5 13,5 едет по паспорту он едет по моему 16 если я не ошибаюсь вот то есть результат налицо машина едет адекватно и чувствуется приемистость то есть она едет намного лучше намного приятней пока меня все устраивает я кайфую от этого автомобиля трехлитровый конечно жарит как надо тут у нас пока никаких отклонений я проверил я говорил наверное уже что проверил АГР проверил драйклапма они открываются работают нормально никаких отклонений 164 100 я заменил тормозную жидкость 8 5 20 я еще не проверил ограничитель но в следующих видео вы увидите она будет появляться неоднократно так как у нее пробег 164 и сюда нужны руки постоянно что-то нужно делать что-то нужно доделать но основную часть мы уже сделали она уже сейчас в том состоянии практически в котором я хотел Аня тоже ездит радуется она кайфует от этой тяги как и я 330 приносит нам удовольствие в нашей семье посещайте канал оставляйте ваши комментарии до новых встреч пока а мы поедем снимать следующий автомобиль у нас будет теперь мы кар уберем нет мы кар о мы знаешь как сделаем мы сделаем Деста кар Деста нет Деста кар оставим посередине Деста чип и Деста япон что там у нас еще было Деста Детейл что там что там на сайте нам например господи и такого фу не посередине а все у нас все что там там Субтитры подогнал «Симон»